Привет, друзья! Сегодня с вами на обзоре новый отечественный комкующийся бентонитовый наполнитель Smelly Cat. И важные отличительные особенности от многих других это его ароматы. В данном случае у нас сегодня с вами на обзоре бананы кокос, манго и грейпфрут, но при этом есть еще и иланг и жасмин, лайма и имбирь, цветочная поляна, зеленый чай. Очень интересные ароматы. Также производитель заявляет, что он великолепно комкуется и практически не пылит. Так что, друзья, сейчас мы проведем ряд различных тестов, разумеется, на комкуемость, на пыльность, ну и, конечно же, на блокировку запаха. И понюхаем, что это такое банан-кокос и манго-грейпфрут. Очень уж интересно. Усаживаемся поудобней, машем хвостиками. И погнали! Как я уже сказал чуть ранее, это наш отечественный продукт. А название Smelly Cat переводится как «вонючий кот». Это, по большому счету, такая отсылка и противовес к брендам, которые в своем наименовании содержат слова «свежий», «чистый», «ароматный» и так далее. Такой прикол, такой некоторый юмор со стороны владельца бренда. Который, кстати, является моим зрителем и моим давним подписчиком. И пересмотрел достаточно большое количество обзоров, в том числе и на наполнителе. А причина и желание сделать свой – это уход некоторых иностранных брендов с нашего рынка. И хотелось как раз-таки сделать качественный, недорогой наполнитель для своих питомцев. Потому что владельца пять кошек. Вот, в частности, вот этот котик – это как раз-таки котик владельца бренда. И здесь тоже. Там свой питомник. Так что для своего питомника краски были разработаны, протестированы. И вот родился такой продукт. Упаковка достаточно уже стандартная для многих суперпремиальных наполнителей. Картон плотный, с таким клапаном для открытия и вот такой тканевой ручкой. Сразу скажу, что здесь вот наполнитель чутка просыпается. И мы уже можем заранее увидеть, что гранулы аккуратненькие, небольшие. Но сейчас мы это, соответственно, вскроем и посмотрим. Также вот здесь вот на лицевой стороне есть окошко, в котором видна эта гранула. Светлый наполнитель, небольшая фракция. Итак, друзья, приступим и посмотрим, какая же пыльность у данного наполнителя. Напоминаю, что у бентонитовых наполнителей есть такая особенность, так называемая транспортировочная пыль, что во время перевозки, во время доставки, наполнитель, гранулы наполнителя между собой трется и образуется пыль. Хоть здесь нам производители пишут, что здесь двойная аспирация, то есть выдув лишней пыли, но все равно она сейчас здесь будет. Друзья, ну вот сразу все видно и на камеру. Конечно же, пылевое облако присутствует. И сразу же присутствует аромат. Друзья, кокосом прямо вот пахнет. Обычно многие наполнители дают аромат при соприкосновении с жидкостью. В данном случае мы здесь уже чувствуем некоторую такую отдушку. Банан особо нет, не чувствую. Хотя, не знаю, банан вообще пахнет. Вот кокос, по крайней мере, перебивать. Так, манго и грейпфрут. Ну, так же, друзья, да. Одинаковый цвет, одинаковая фракция гранулы. Примерно где-то 1-2 миллиметра. Очень аккуратная гранула. Ой, какой он прохладненький. У нас сейчас здесь в студии очень жарко. А прямо аж вот не хочется даже руки выпускать. Друзья, ну вот кокос точно пахнет и очень хорошо так. Ну, здесь, да, дает тоже какими-то фруктами. Хоть здесь написано манго и грейпфрут. Может быть, это сочетание, такой интересный аромат. Так что, если вы любите наполнители, которые пахнут прямо в таком состоянии, в сухом, ну, легкий-легкий такой оттенок. И производитель нам говорит, что при соприкосновении жидкости он как раз таки еще больше и активнее будет благоухать. Ну, сейчас мы с вами посмотрим. Итак, ковыряемся. Ну, друзья, смотрите. Полевое, да, есть небольшое облако, но оно реально вот небольшое. Если посмотреть в сравнении с другими наполнителями, на которые я делаю тесты, кстати, обращаю ваше внимание, что у меня тесты примерно все одинаковые, вот особенно там, где главная, вот пыльность, там, где комкуемость. И в плейлисте вы можете посмотреть и другие наполнители, там ссылочка будет в описании к этому видео, чтобы могли посмотреть, с чем я сравниваю. Сравниваю с другими наполнителями, которые уже также были на обзоре. Друзья, ну, на самом деле, вот мне лично нравится вот это практическое отсутствие пыльности. Важная часть комкующегося наполнителя, это, разумеется, формирование комка. Производитель нам с вами заявляет, что комок формируется 1-3 секунды. Как всегда, мы с вами используем искусственную кошачьую мочу, имеющую очень специфический и сильный аромат, который нам как раз-таки пригодится в следующем тесте, где мы будем проверять блокировку этого запаха. Итак, вот нас котик писает. Вот он, котик, пописал. И сразу же давайте проверяем, как у нас формируется комочек. Очень хороший, аккуратный комок, друзья. Просто великолепный. Аккуратный. Замечательно. И давайте сразу же... О, как моча пахнет, вот это кошачье. О, пахнуло. Очень не люблю этот аромат. Но что поделаешь, в тестах он нам с вами нужен. Вот, как раз-таки берем от тока, вылили. И вот, друзья, этот комок. И при том, он сразу крепкий. Крепость комка мы также с вами, друзья, чуть попозже проверим. Отлично. Комкуемость великолепна. Идем дальше. Ну, давайте теперь посмотрим, как он блокирует запах. Напоминаю, что мы снимаем очень это все быстро. Поэтому каких-либо там полчаса, час там смотреть, как он блокирует запах, нет. Получается, вот мы с вами только что налили. Вот прошла вставка. Что тест такой-то. И сразу же и нюхаем. Берем у нас, в первую очередь, банан и кокос. Друзья, но... Жалко, что камера не может передать аромат. В большей степени отдает кокосам, но вот и банановая такая отдушка есть. Если честно, у меня даже вот, не знаю, заметно, не заметно, даже вот непроизвольное глотание произошло так. И при этом запаха мочи, она очень здесь у меня концентрированная. Запах некострированного котика. Друзья, ну... Здорово. Так, и у нас манго и грейпфрут. Давайте это понюхаем. Очень здорово. Друзья, запаха мочи нету. Идет как раз-таки очень аккуратный и, так сказать, нежный, приятный. Это вот как будто в машину вешают такую елочку-ароматизатор. Друзья, ну вот... Очень здорово. Друзья, очень большая просьба, кто пользуется этим наполнителем, напишите, пожалуйста, ваш практический опыт, как вам аромат. Потому что, ну... Честно, да, вот хочется, как говорится, как бы это странно не звучало, да, там человек, который сидит, нюхает комочки кошачьих делишек. Но, друзья, знаете, очень прямо так и хочется и нюхать, и нюхать. Может даже вот так в студии здесь и оставить, чтобы вкусненько пахло. Здорово. И при этом сам наполнитель очень-очень легкое такое послевкусие. Здесь вот кокосик вот так чувствуется. А здесь вот... Здесь, честно скажу, непонятно. Такое ощущение, что все-таки больше грейпфрут, все-таки... Не, наверное, скорее всего, манго больше перебивает. Но вот именно при соприкосании с жидкостью он как раз таки и благоухает прямо вот. Ну, здорово. Тест по блокировке и по аромату, друзья, ну, отлично. Так что, если вы хотите, чтобы кокекули ваших питомцев пахли экзотическими ароматами, фруктами, но, друзья, это тот случай, когда, да, очень вкусненько. Это, друзья, один из моих любимых тестов. Можно вот так вот на вполне законных основаниях посидеть и поковыряться в наполнителе. Ну, и, конечно же, проверить, как он будет липнуть и как он будет пачкать мои лапки. Да, друзья, мы видим прилипание некоторое. Но при этом оно вот легко. И мои руки, смотрите, друзья, достаточно чистые. То есть, если, опять же, сравнивать со многими другими наполнителями, которые я тестировал и снимал их на видео, ну, очень даже, я имею в виду по частоте моих рук. Это, конечно, вот оно прилипает, но оно вот стряхивается достаточно легко. Конечно же, напоминаю, что очень всем рекомендую использовать коврики для кошачьих туалетов, чтобы вот лишнее такое прилипание, вот лишние вот эти гранулы не растаскивались по квартире. Даже питомец поковырялся, поковырялся, потом лапки ставит на этот коврик, точнее, спрыгивает, и лишние гранулы остаются на этом коврике. Их много различных видов, так что можно смело покупать. Блин, просто офигенные какие комочки. Вкусно пахнут. И, друзья, да, мне тут за кадром сказали, что даже вот целиком в студии есть легкий-легкий аккуратный шлейф этого наполнителя. Очень интересно. Но напоминаю, друзья, кстати, что не все питомцы любят ароматы, когда наполнитель ароматизированный. Поэтому многие производители, как раз таки, выпускают без ароматов. То есть, как бы ноль аромата, да, то есть там получается только естественный запах глины. Но, опять же, для каждого питомца можно подобрать свой наполнитель. Может, кому-то нравится зеленый чай, там, цветочная поляна. Ну, давайте, друзья, завершающий наш тест. Достаточно часто в комментариях можно встретить вопрос, а зачем проверять крепость комка? Либо я неправильно ее проверяю, потому что многие наполнители надо налить жидкость, подождать там какое-то время и только после этого проверять. Друзья, я проверяю все наполнители в одном и том же, как говорится, формате. Вот мы жидкость налили в наполнитель. Вот сформировался комок. Мы показали сразу же, как он формируется. И буквально через пару минут проверяем его крепость. Друзья, на самом деле, для многих владельцев это важный момент. Понятное дело, что у каждого наполнителя есть свои отличия. Там у древесного какие-то такие отличия. У, допустим, тофу или какого-то другого растительного также. Конечно, у каждого наполнителя есть свои отличия. Но если производитель говорит, что наполнитель комкуется, то комок должен быть. В частности, мы говорим с вами про бентонитовый. И когда делают мне замечание на то, что вот он просто не успел сформироваться, друзья, но остальные наполнители, которые мы тестируем, ну почему-то успевают. Я напоминаю, что многим реально важна вот эта комкуемость. Чтобы питомец лишний раз, когда будет закапывать свои делишки, ну не погружал свои лапки в мокрую, несформированную структуру наполнителя. Вот так вот я сказал. Ну разумеется, чтобы они не пачкали свои лапки об несформировавшийся комок. Кто-то сразу убирает комочки, кто-то вечером убирает. Понятное дело, что в каждой ситуации по-разному. И поэтому я всегда, друзья, прошу, пишите свой практический опыт по разным наполнителям. И обязательно, конечно, отзыв по тому наполнителю, который я тестирую. Но сразу, друзья, скажу, что вот я их трогаю. И я уже понимаю, что они реально камушки. Давайте сразу же попробуем. Я подкидываю где-то все-таки полтора, наверное, метра. Почти под потолок. Да, ничего с ним не происходит. Он вообще куда-то улетел. Бывает. Так что, друзья, здесь... Так что, друзья, здесь, конечно, опять улетел куда-то. Ну да ладно, у нас есть еще. Так что крепость комка здесь все-таки очень хорошая. Так что в данном случае молодцы. И я очень рад, что этот продукт у моих зрителей, у моих подписчиков. Это мне очень приятно, что, разрабатывая свои продукты, они основывались в том числе и на мои обзоры. Ну, конечно, друзья, не только наполнители делают по моим обзорам, но и сухие корма также есть у меня подписчики, которые их производят. Ну что же, я этому очень рад. Итак, друзья, вот такой вот у нас с вами получился обзор на новый отечественный наполнитель для наших с вами кошек. По комкуемости, друзья, ну, замечаний нет. Просто хорошие, великолепные комки. И, опять же, можно посмотреть и сравнить с другими наполнителями, которые, вот, если что, ссылка на плейлист с наполнителями будет в описании к этому ролику. Я всегда использую один и тот же размер, 10 мл искусственной кошачьей мочи. И вот, смотрите, соответственно, какие комочки у нас с вами получаются и как они формируются. Пыльность, друзья, ну вот, конечно же, она будет присутствовать, друзья. Это бентонитовый наполнитель. И когда производители говорят, что на 100% обеспылен, ну, нет, конечно же, это немножко неправильная информация. Все-таки обеспыливание, да, дополнительно здесь в данном случае чувствуется. Не так сильно пылит, как многие другие бентонитовые наполнители. И при этом я считаю, что стоимость достаточно адекватная. Можете, опять же, посмотреть на Озоне актуальную стоимость на момент просмотра этого ролика. Но вот на июль месяц, вот, скриншот с Озона, вот таких денег он стоит. По крайней мере, именно на Озоне я его и покупал. И, как всегда, друзья, я вам напоминаю, что я высказываю исключительно свое мнение, которое мы отличаться от вашего мнения, от мнения производителя и от мнения наших с вами котиков. Все-таки они тоже личности и индивидуальности. И вот делать свои делишки такой наполнитель или не делать, конечно, решать исключительно только им. А нам лишь, друзья, с вами решать, покупать или не покупать данный наполнитель. Всем хорошего настроения, любите своих питомцев, держите хвост пистолетом и пока!